В России насчитывается примерно 3,5 тысячи организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками. В них трудится около 400 тысяч научных сотрудников. В основном это физики, биологи, химики. Именно на эти дисциплины приходится наибольшее количество научных работ, которые ценятся и за пределами России. Всего же за последние пять лет российские ученые опубликовали 127 тысяч трудов. Это всего 2% от общемирового количества. Российским же ноу-хау на мировом рынке наукоемкой продукции принадлежит и того меньше 0,3%. Одна из причин низкой эффективности отечественной науки – недостаточное финансирование. В 2010 году на эту отрасль было выделено всего 50 миллиардов рублей. Это одна десятая российского ВВП. А средняя зарплата научного работника – 30 тысяч рублей. Именно столько получают сотрудники Российской академии наук. Однако не всем так повезло. Зарплата некоторых ученых едва перевалила планку в 10 тысяч рублей. Неудивительно, что работа в научной сфере не пользуется популярностью. Желание стать ученым выказали только 2% россиян. Почти столько же опрошенных – 3% – считают эту профессию важной и нужной. Однако правительство всеми силами старается поднять популярность отрасли. Недалеко от Москвы началось строительство инновационного центра «Сколково». Планируется, что на площади 380 гектаров будет жить и работать 40 тысяч человек. Кроме того, в течение ближайших трех лет Министерство финансов должно выделить 12 миллиардов рублей на привлечение в российские вузы ведущих ученых. Возможно, это поможет увеличить количество выпускников естественно-научных, технических, медицинских факультетов и омолодить состав российских исследователей, средний возраст которых на данный момент 50 лет. Иначе участникам проекта «Россия-2045» придется поторопиться с созданием искусственного тела на благо российской науки.